МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Какую компенсацию будут получать родители, чьи дети посещают частные детские сады? Что должно облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями? Как поймать преступника по телевизору? Стипендии спортсменам, субсидии аграриям, повышенные компенсации родителям. Сегодня на очередном заседании члены Кабинета министров одобрили сразу несколько важных постановлений. С подробностями Дмитрий Ковалев. Спортсменов, которые отправятся бороться за медали на Сурдолимпийских играх в Болгарии, уже сейчас поддержат рублем. Кандидатам в эти сборные назначена солидная стипендия – 35 тысяч рублей. Надежду в Чувашии возлагают на пятерых человек. Сейчас они проходят усиленную подготовку. Денежные выплаты для них должны стать неплохим стимулом. Аналогичные стипендии выплачивались спортсменам Чувашской республики при подготовке к Олимпийским, Паралимпийским играм, а также к предыдущим Сурдолимпийским играм, которые проходили в 2009 году в Тайбее. Большие суммы в этом году направят и на поддержку аграриев. Почти 80 миллионов рублей поделят между теми, кто нацелен на развитие животноводства. Около 40 миллионов получат те, кто выращивает семена высшего сорта. Субсидируют из бюджета затраты и на покупку средств химзащиты. Суммы денежных выплат постоянно корректируются. К примеру, в этом году поднялась ставка на приобретение элитного зерна. Изменения произошли на субсидии по животноводству, в частности касается высокопродуктивного скота, где мы планируем начинать выплаты субсидий организаций, которые надавят по прошлому году свыше 4000 литров на одну фуражную корову. В прошлом году было 3900, и ставка для этих повышается на 100 рублей 3200 рублей. Частным детским садам в этом году тоже поможет бюджет. Субсидии на оплату труда, закупку игрушек и учебных пособий должны сказаться на кошельке родителей. Платить за пребывание своих чат они станут меньше. Правда, вопросы к этому проекту еще остались. Со стороны государства должны быть равные подходы к детям, которые в детских садах, и для родителей. То есть, если родитель находится близко с детским садом, где он является частной собственностью или государственной частной собственностью, исходя из этого, платежи должны быть примерно равны. Значит, мы государственным даем, а частным не даем. Здесь наоборот, направление должно быть привлечение коммерческих структур, предпринимателей, которые на самом деле будут создавать. Мы же программу принимали и четко обозначили 5 направлений. В одну структуру в этом году сольются все столичные центры социального обслуживания. Принцип их работы не изменится. Сократить планирует только управленческий персонал. По подсчетам, сэкономить на этом удастся более 2 миллионов рублей. 23-е профессиональное училище в этом году тоже пройдет оптимизацию. Теперь оно будет работать на базе экономико-технологического колледжа. Минобразования говорят, сокращений не предвидится, специальности останутся те же. Объединить учебные заведения пришлось бы в любом случае. Загружено оно было всего лишь на треть. Нам важно считать бюджетные деньги, деньги налогоплательщик, чтобы они целесообразно, грамотно, эффективно использовали системы подготовки, переподготовки кадров. И я думаю, вот это выстраивание единой цепочки получения профессии начального уровня, среднего уровня, высшего профессионального образования, я думаю, тоже она выстраивается в общую логику. Через 5 лет на базе уже объединенного колледжа планируют создать и Центр профессионального обучения инвалидов. Факультет народных промыслов, где учатся и ребята с ограниченными возможностями, давно прославился за пределами региона. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Доступная среда. Так называется проект, призванный помочь людям с ограниченными возможностями свободнее чувствовать себя в обществе. В Чебоксарах, в администрациях города и районов уже установлены специальные средства для обслуживания таких посетителей. О том, как сложно людям с ограниченными возможностями передвигаться по городу, сейчас многие говорят. Таким людям нужно управлять коляской и делать это как можно аккуратнее. Еще труднее посещать социальные учреждения. Сейчас почти во всех социальных учреждениях выделяют специальные места для инвалидов. Например, перед администрацией города Чебоксары теперь есть парковочные места для инвалидов. Установлен и специальный знак. А рядом со ступеньками возвели невысокий пандус. Это кнопка для тех, кто не может заехать внутрь в инвалидной коляске. Перед ходом установлена кнопка вызова дежурного. Подъезжая, инвалид может при необходимости нажать на кнопку и дежурная администрация города готова помочь инвалиду для прохода в здание администрации. Кроме уличного пандуса в здании администрации города имеется и внутренний пандус. Он переносной. Работники в любой момент могут установить этот пандус там, где он понадобится. Здесь же на первом этаже оборудована санитарная комната с универсальной кабиной. По стенам комнаты установлены специальные поручни для опоры. Достаточное пространство для размещения кресла-коляски. Общественные приемы расположены на первом этаже. Расширены и дверные проемы. В администрации Калининского района для инвалидов выделили целую комнату со столиком. Люди с ограниченными возможностями этим удобством пользуются уже с 2011 года. Да, здесь в общем-то есть три номера. Это земельное управление, еще раз подлечивая защита и администрация. Каждый номер можно набрать. Там берет трубочку секретарь и спрашивает, что необходимо сделать. То есть специалист по какой-то определенной тематике. То есть если в администрации порядка только 15 функций, которые мы выполняем, то есть кого нужно, отдел опеки и попечительства, это, будем так говорить, жилье, это может быть ЖКХ-услуги, которые у нас много необходимо доделывать рядом с домами, особенно колясников. То есть вот здесь они встречаются. Здесь же записываются и идет как личный прием. Перед входом в здание администрации Калининского района расположена целая площадка. Здесь и пандусы, и стоянка для велосипедов. Также имеются места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Светлана Лекимова, Александр Петров, Республика. Достижения современной техники на службе правопорядка. В столице Чувашии с каждым годом становится все больше и больше видеокамер. О том, какие результаты принесла система «Безопасный город», говорили сегодня в МВД Республики. Сегодня наблюдение за порядком в городе происходит при помощи 175 камер, установленных в разных районах столицы в рамках программы «Безопасный город». Из центра управления сотрудник может контролировать любую камеру, приближать все подозрительные детали, вплоть до человеческого лица или номера автомобиля. До конца года таких камер в городе должно стать 250. Всего же в Чувашии работают 7800 систем фиксации. В январе этого года в столице была внедрена система геопозиционирования, которая дает возможность отследить местонахождение каждого наряда полиции и, соответственно, обеспечит его прибытие к месту преступления в считанные минуты. Кроме этого, система будет активно использоваться во время проведения публичных мероприятий. В 2012 году на «Безопасный город» из средств городского бюджета было потрачено более 35 миллионов рублей. Актуальное значение в повышении эффективности предупреждения пресечения и раскрытия преступления имеет оснащение предприятий и организации различных форм собственности при дворовых территориях, подъездах домов, приборами, видео и фотофиксации и их дальнейшая интеграция в единую систему ОПК «Безопасный город». Данный шаг будет способствовать повышению эффективности и оперативности в раскрытии преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах республики. Камеры устанавливают не только органы правопорядка, но и обычные граждане и организации. К примеру, поставить камеру в подъезд можно за 20-30 тысяч. Средства сравнительно небольшие. Три дома в Новоюжном районе, которые обслуживает ТСЖ «Рассвет», были оснащены 16 видеокамерами. Эффект стал виден сразу. Прекратились кражи из автомобилей, резко снизилось число происшествий. Мы собирали где-то по 300 рублей с каждого жильца, установили. После этого кода 2-3 мы проблем в доме вообще не знаем. Но это для жильцов хорошо. Мы хотим еще дополнительную камеру устанавливать. У нас на детские площадки идут, что приходят что-то проверять. И вы приходили, я знаю, к нам. Когда было у нас с оврага машину гонять, что-то все время к нам, но мы это даем. Ну, как-то было, с моей стороны, конечно, не давать. Но я поняла, что мы как первому требованию, мы должны это все давать вам. Полицейская статистика говорит о том, что уровень преступности в республике с каждым годом снижается. Безусловно, в этом положительном результате большую роль сыграло внедрение средств видеонаблюдения. Так уже в 2013 году с помощью камер было выявлено 8 преступлений и почти 300 административных правонарушений. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Андрей Шоклев, Республика. Глава Чуваши своим распоряжением отменил карантин по бешенству на личном подворье некоторых жителей республики в связи с истечением двухмесячного срока со дня последнего случая заболевания животных. Управление Ростельхознадзора по Чуваши регулярно проводит рейды. Так, ветеринарные врачи охраняют территорию Чуваши от опасных болезней животных. В минувшем году управление провело 782 таких мероприятия. Специалисты выявили 280 нарушений. На коллегии ведомства обсудили меры по противодействию распространения болезней животных. Некоторые страны, которые граничат с Россией, считаются неблагополучными по заболеваниям животных и представляют угрозу заноса болезней на территорию Чуваши. Особую опасность для республики представляет африканская чума свиней. Недавно была вспышка заболевания в Нижегородской области. Госветслужбы Чуваши проводят ряд противоэпизодических мероприятий, чтобы болезнь не проникла на территорию республики. Разработана карта зон риска возникновения чумы свиней. Совместно с ГИБДД и транспортной полицией проводятся рейды и досмотры грузов, чтобы не пропустить больных животных. На заседании коллегии управления Россельхознадзора обозначили задачу и в дальнейшем способствовать соблюдению санитарного контроля на территории Чуваши. За несколько дней до начала календарной весны зима решила показать свою силу. Сегодня днем на улице разыгралась настоящая метель. Причем такая погода ожидается и завтра. Виной всему атлантический циклон и связаны с ним фронты. Они принесут в Чувашу и теплый влажный воздух. Хотя во второй половине недели ожидается похолодание до минус 15 ночью и до 9 днем. За весь период наблюдений в Чебоксарах самый холодный день 27 февраля был в 1928 году. Тогда температура опустилась до минуса 31 градуса. А самый теплый – плюс 2. Зафиксировали в 1948. В сезон гриппа и ОРВИ самым актуальным вопросом остается, как не заболеть. Одним из эффективных продуктов, который повышает иммунитет, а также помогает бороться с простудными заболеваниями, считается мед. Правда, к выбору этого продукта нужно подходить очень внимательно. В эти дни в МТВ-центре проходит выставка продажа мед и конфитюр. Далее в эфире полезная информация. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Более 40 сортов меда из Башкирии, Алтая, Краснодарского края. Настоящее медовое богатство. Обилие сортов, где каждый может попробовать любой из них на вкус. Медочки у нас сортовые, неразнотравные. Наша гордость – это дикий башкирский мед. Глубоко в башкирских лесах, из дупла дерева, бортники. Специально обученные люди добывают бортнический мед. Замечательный мед. Он никогда не кристаллизуется. Он всегда находится в жидком состоянии. Имеет прекрасный вкус, горьковатый оттенок. Очень вкусный, полезный мед. Еще его называют королевским бортническим медом. Многие ценители меда, зная о его полезных свойствах, приезжают специально, чтобы приобрести именно дикий мед. Мед – это здоровье. И мне нравится мед. А остановился почему? Потому что для дочери хотела купить мед. Ей, потому что сладкая противокамбина, а мед она ест, и у нее энергии ничего нет. Еще один редкий сорт меда, который в нашем городе больше нигде не продается. Мед бархата амурского. Собирают его на Алтае. Он имеет отличные свойства, ароматный и приятный на вкус. Часто его применяют для лечения туберкулеза. Наиболее ярко выраженными бактерицидными свойствами обладает донниковый мед. Благодаря высоким питательным и лечебным качествам пользуется большой популярностью. Считается эталонным медом. Он рекомендуется при заболеваниях органов дыхания, простудных заболеваниях, головной боли, бессоннице. Здесь есть и такие сорта, которые рекомендуют беременным и маленьким детям. Потому что я люблю сладкое. Мед дома есть и кушаем все время. Вот, а тут сказали про мед, что есть даже белый антиаллергенный мед. Поскольку я в положении, не все продукты можно кушать, заинтересовала продукция. Мед понравился, попробовали, продегустировали. Очень мягкий, нежный. Думаю, что потом можно даже и кормящей маме. Вот для меня это очень актуально. На сладкой ярмарке, кроме самого меда, можно приобрести и многие другие продукты пчеловодства. Прополис, пиргу, пыльцу, маточное молочко и пчелиный воск. И другие полезные для здоровья товары и продукты. Кроме этого, организаторы выставки привезли в Чубаксары очень вкусный и полезный конфитюр. Сладкий конфитюр готовится без добавления сахара, на фруктозе. В качестве загустителя используется натуральный яблочный пектин. Поэтому он подходит даже диабетикам. Кроме того, конфитюр просто поднимает настроение в холодные дни. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова